Сейчас в поселке Геркул проживает порядка 20 тысяч человек. Вопрос воведения населенного пункта из административного управления областного центра обсуждался на встречах с гражданами. Депутаты Маслихата одобрили решение о создании Геркульского поселкового округа, в котором будет создан свой акимат для решения оперативных вопросов. В состав округа также войдут населенные пункты Ливкино, Кордон, Кумыска и Узкинаул. Также на сессии рассмотрены вопросы благоустройства областного центра. За эффективным расходованием бюджетных средств следят и депутаты городского Маслихата. В областном центре насчитывается 386 товаровых территорий, не включая вновь возводимые микроэнергии. Из них с 2007 года отремонтировано было устроено 313 товаровых территорий. Отделом ЖКХ и жилищной инспекции города Ровеска разработали проекты смертной документации на благоустройство 23 товаровых территорий, проведены вне ведомственной комплексной экспертизы. На сегодняшний день реализация данного проекта была выделена финансирована на 15 товаровых территорий на общую сумму 221 миллион ДГ. Депутат Гормаслихата Валентина Михно подняла вопрос проведения досуга молодежи. Многие социальные объекты Уральска нуждаются в улучшении материально-технической базы. Это музыкальные школы, центры внешкольной работы, дворовые клубы. От Эмикена сегодня мы решили на заседании комиссии, что ему необходимо купить автобус, потому что отдыхающие дети должны выезжать в музеи, на Челкар отдыхать и другие мероприятия, но транспортом этот центр не обеспечен. Также на сессии было заявлено, что в городе будет продолжено строительство дома для людей с ограниченными возможностями. Его возводят на средства меценатов. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42.